Мне хотелось бы вкратце поговорить о завете, контрактах и отдельно остановиться на привязанности, на эмоциональной связи. Мне кажется, в современном обществе в вопросе о браке мы утратили взгляд на него как на завет, и теперь больше воспринимаем брак как контракт, соглашение. В результате подобное восприятие привело вот к чему. Контракты легко расторгаются. Они представляют собой соглашение на определенных условиях для обмена товарами и ценностями. Контракт предполагает получение чего-либо желаемых товаров или услуг. Он отражает конкретное намерение. Если я заключаю контракт на покупку дома, значит, я покупаю дом. Если составляю соглашение на расчистку от снегоподъездной дороги, то ожидается, что во время снегопада эта услуга будет осуществляться и так далее. Это и есть решение конкретной задачи. В формулировках контракта используются предаточные условия. Если я вам плачу, вы расчищаете мой подъезд к дому. Он также подразумевает обоюдную выгоду. Тот, кто занимается уборкой снега, получает от меня деньги, а я получаю очищенные от снега дорожки и подъездную аллею. Моя выгода в том, что не нужно рано вставать, брать лопату. Центробежного снегочистителя у меня нет. Если вы хотите чистить дорожки, его выгода – деньги. Контракт имеет временные рамки и, как правило, действует до полного исполнения обязательств. За такую-то сумму я очищу от снега вашу подъездную аллею. Если условия нарушаются, контракт расторгается. Все. Он больше не действует. Если покров снега выше 5 см, он должен быть убран в случае, когда уборка не осуществляется. Два раза подряд я звоню в службу и отказываюсь от их услуг, потому что, согласно контракту, при определенной высоте снежного покрова должна производиться очистка, но снег не убран. Действительно, и обратное. Снег убрали, а я не заплатил. Значит, данную услугу я больше не получу, пока не произведу оплату. Таким образом, контракт предусматривает выполнение условий. Его легко расторгнуть. Если контракт мне не нравится, я могу его изменить. А вот слово «завет» ассоциируется с чем-то иного свойства. Для меня это серьезное, твердое обещание. И если что-то идет не так, то сама природа этого внутреннего ощущения вынуждает постараться все исправить, привести отношения в порядок. Давай все уладим. Такова сущность завета. Он представляет собой бессрочное обещание и, на первый взгляд, выгоден второй стороне, то есть лицу, по отношению к которому принимаются обязательства. Когда я женился, а женат я 35 лет, то делал это с осознанием того, что отныне буду любить свою жену и заботиться о ней, делать все, чтобы передать ей свою любовь и быть ей помощником. Мне вспоминаются пары, которые живут вместе уже много лет, но при этом один из супругов тяжело болен. У него болезнь Альцгеймера или рак. Для меня они служат большим примером, когда, например, мужчина средних лет, уже вступающий в зрелый возраст, с любовью и нежностью служит своей жене, порой жертвуя многим. Глядя на это, прошу Господа дать мне такую же силу. Итак, вектор здесь направлен на другого человека. Можно дискутировать, исследовать Писание, изучать труды знаменитых богословов. В Библии встречается множество разных заветов, условных и безусловных. В их основе могут лежать принятия и послушания. В формулировках могут присутствовать предаточные условия. Если говорить о взаимосвязи, взаимодействии условного и безусловного, то условия нашего спасения — это искупительный подвиг Христа. Спасение даруется нам благодатью, но через веру в Иисуса Христа. Вот такое сочетание условного и безусловного. Во многих отношениях заветы заключаются раз и навсегда. Часто они предполагают исполнение обязанностей. Говоря о браках и отношениях, следует отметить, что в них всегда присутствуют определенные ожидания. На добрачных консультациях или в беседе с молодыми парами мне часто приходится слышать, «Нет у меня ожиданий». Слышу, как вы усмехнулись. Что, как вы думаете, супруги ожидают друг от друга по умолчанию? Что? Верность, да. Не обижай меня. Верно. Доверие, безопасность, защищенность от меня. Многое ожидается. И если эти обязательства не выполняются, как это показано в Писании, об этом нужно прямо сказать. Народ, у нас ведь договор. Отвратитесь от своих путей и вернитесь ко мне, иначе будут последствия. Такая ситуация способна вызывать эмоциональные переживания, которые должны мотивировать народ действовать и меняться. Ведь эмоция — это движение души. Чувства должны побуждать к действию. А проповедь — возбуждать чувства. эмоции без мысли могут выйти из-под контроля и стать неуправляемыми. Мысль должна управлять поведением и задавать направление эмоциям. Если провести аналогию с автомобилем, то эмоции — это мотор, который приводит машину в движение. Мысль — это водитель, который задает машине маршрут, чтобы приехать в Тринити. А поведение, действие — это непосредственно движение автомобиля. Понимаете, все эти три элемента должны гармонично сочетаться. Наряду с такой обязательной составляющей, как обличение и сопряженными с ней эмоциями, завет включает в себя другой неотъемлемый компонент — прощение. Допустим, происходит нарушение завета, несоблюдение взятых на себя обязанностей. Происходит измена. Я много работаю с супружескими парами, и примерно треть из них приходит в терапию с болью, вызванной фактом измены. В этом случае мы непременно работаем над прощением, но, что любопытно, приступаем к этому ближе к концу терапии, потому что сердце должно созреть для прощения. Итак, прощение — ключевая составляющая. Ну и, как я уже сказала, завет, как правило, заключается раз и навсегда, до конца жизни. Вот некоторые библейские тексты, касающиеся завета. Мне понравилось это дерево на фоне радуги, символ завета, который Бог заключил со своим народом. Происходит нечто интересное, на мой взгляд. Наше общество, уточню, мое общество, говоря «мое», я имею в виду и сельский, где я родился и вырос, и городской сегменты, где я живу сейчас. Так вот, наше общество утратило отношение к браку как завету. Люди сразу воспринимают его как контракт, который можно легко расторгнуть. Поступишь так-то, я уйду. Нами не движет особая ответственность, непреложная обязанность решить возникающую проблему, наладить отношения. За последние несколько лет в трех штатах была официально принята такая форма брака, как ковенантный брак. Ее приняли в Арканзасе, Аризоне и Луизиане. В этих штатах пары могут вступать в ковенантный брак, отличный от обычной формы. Ковенантный брак предполагает усложненный порядок расторжения. Развестись по обоюдному согласию не получится. Здесь действуют критерии, существенно осложняющие процедуру развода. Эта форма импонирует мне тем, что заставляет людей остановиться и понять, что с бухты-барахты развестись не получится. По взаимному согласию, без вины сторон. Перед процедурой регистрации брака пара должна пройти обязательное психологическое консультирование, чтобы понимать, в какие отношения она вступает и подписать ковенантное соглашение. Основание для развода здесь гораздо строже. Он разрешается в случае супружеской неверности, совершения одним из супругов тяжкого преступления, злоупотребления алкоголем или наркотиками, физического или сексуального насилия над взрослым или ребенком и раздельного проживания в течение одного-двух лет. То есть, если один-два года супруги не живут вместе, это может стать основанием для развода. Скажите, что вы об этом думаете? Какова ваша первая реакция? Какие мысли и чувства сразу возникают, в ответ на эту информацию? Мне кажется, что где-то здесь есть финансовый интерес. Вы скептически относитесь к такой форме брака, потому что мой скепсис не столько в отношении к парам, сколько к тем, кто принимает законы. А, понятно. Просто интересно, чем они руководствовались, благом для людей или какими-то другими мотивами. Понимаете, да? Да. Я мыслю скорее в направлении вопроса о разделении церкви и государства. Не говорит ли принятие этой формы брака о более активном участии церкви в делах государства? Если вы немного глубже погрузитесь в тему, то обнаружите, что именно с этим моментом связана наиболее широкая критика. Люди говорят, «Постойте, а вам не кажется, что церковь слишком откровенно влияет на институт брака в смысле его юридического понимания? Но мне это нравится. Как вас зовут? Карина. Скажите, а эта форма добровольная или все-таки обязательная для всех? Нет, она выбирается добровольно. Более того, статистика говорит о том, что она не популярна. Согласно имеющимся данным, количество жителей данных штатов, которые выбирают говенантный брак, крайне мало. Тогда свои слова я беру обратно. Да, простите, я забыла отметить, что эта форма брака обязательно не является. Даже в тех штатах, где она принята, можно выбрать обычную и традиционную форму. У людей есть альтернатива. Говенантный брак заключают очень немногие. Лично мне было бы любопытно ознакомиться с какими-нибудь исследованиями по этому вопросу, особенно в свете современных тенденций в обществе. Думаю, через несколько лет в нашей стране произойдет широкая легализация марихуаны. В Колорадо, Вашингтоне и других штатах соответствующие законы уже были приняты, и там проводятся исследования, касающиеся влияния легализации использования конопли на общество. Они дают много информации, на основании которой в дальнейшем можно что-то скорректировать и так далее. Но здесь данную тему мы обсуждать не будем. Мне было бы интересно почитать какие-то исследования по ковенантной форме брака, почему пары ее выбирают, каковы отдаленные последствия этого выбора, препятствует ли данная форма расторжению брака, меняет ли статистику разводов в этой группе. Пожалуй, для меня, как уже было сказано выше, суть в определенной реакции на основании внутреннего настроя, заключая контракт как владелец дома или бизнесмен, я понимаю, что в нем все четко прописано, но что в какой-то момент он в той или иной степени может быть нарушен, то есть вариант есть. А вот заветные отношения побуждают решать проблему, исправлять ситуацию. Я твердо убежден, что мы сотворены по образу Божьему, что помимо прочего подразумевает, что мы созданы для отношений. В этой лекции я упомяну о том, во что мы погрузимся в следующее. Мы созданы для двух видов отношений. Во-первых, и в этом нет сомнений, для отношений вертикальных, отношений с Богом. Если они есть, это своего рода отвес, который задает правильное вертикальное положение. Эти отношения помогают мне проходить через скорби, испытания, понимать, что во всем этом присутствует Святой Дух. Помните, я говорил, что трудности могут пойти на пользу. Святой Дух не хочет, чтобы они проходили впустую, чтобы вы из них ничего не извлекли. Он хочет, чтобы эти трудности, эти препятствия принесли вам или через вас какой-то добрый плод, но часто мы об этом не думаем, потому что слишком поглощены возникшей проблемой. Итак, горизонтальные отношения имеют огромное значение, не менее важны и задуманные для нас Богом отношения друг с другом, которые необходимо выстраивать, ибо Творец предназначил нам жить в сообществе, в постоянном общении. подобно тому, как в общении непостижимым для нас образом пребывают лица Святой Троицы, как в общении со своей Церковью пребывает Христос. Между нами должны быть контакт, взаимосвязь, привязанность. Сегодня, как мне кажется, в обществе происходят процессы, которые приводят к еще больше разобщенности, чем раньше. И меня это беспокоит. Мы утрачиваем ощущение общности, взаимосвязи в той или иной ее форме. Контракты часто подчеркивают личные интересы сторон. В них указывается, что получу я. В Завете Виктора Ноя здесь речь идет о моем обещании вам, о том, что я для вас буду делать. Для этого я должен отвлечься от себя и погрузиться в ваш опыт, понять, чего хотите вы в этих отношениях. Таким образом, Завет поощряет, прививает фокус на другом человеке и на моих обязанностях по отношению к нему. Я обычно провожу такую аналогию. Если контракт можно описать соотношением 50 на 50, то Завет это соотношение 100 на 100. Я отдаю 100. 100 процентов. Я выкладываюсь полностью, но того же самого ожидаю от вас, правда. Над вами у меня контроля нет, но подразумевается, что оба собеседника вкладываются в отношения по полной. Контракт построен по принципу «ты мне, я тебе». Я тебе плачу, ты мне чистишь дорожку. Завет, и мне это нравится, понуждает к восстановлению отношений. Правда в том, что никакие горизонтальные отношения беспроблемными не бывают. Конфликты в них неизбежны. Причем возникать они могут и через пару минут после заключения брака, и даже до брака. еще между вами, как женихом и невестой. Но уже тогда вы испытываете внутреннее побуждение решить проблему, приложить обоюдные усилия и найти способ разрешения разногласий. Обратите внимание на то, что я сказал. Нам свойственно фокусироваться на самом конфликте, но проблему это не решает. Важно, как вы действуете, что предпринимаете. Прелиз завета в том, что он побуждает нас к восстановлению отношений. ТВ-семинари — благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинари.com Я искренне считаю, что мы созданы для взаимоотношений. Нам присуща потребность в привязанности, в близости с нашим Небесным Отцом. Мы нуждаемся в том, чтобы ощущать эту связь, испытывать соответствующие переживания. Бог вложил в нас потребность в общении друг с другом, исследования в области человеческих отношений показывают, что эмоциональная близость создает ощущение защищенности, безопасности. Все мы проходим через этот процесс, формируем отношения, и многие из наших чувств формируются на основе опыта этих отношений. Проблемы в отношениях с супругом, ссора с родителями, с которыми вы очень близки, могут вызвать у вас смятение и беспокойство, которые переживаются гораздо дольше, чем любая другая неприятность. Это как когда вам нужно срочно открыть в компьютере какой-то документ, а он никак не открывается, колесико вращается и вращается и просто сводит вас с ума. Ну вот документ открывается и вы успокаиваетесь. Так и ссора со значимым другим в вашей жизни. Она выбивает вас из колеи куда больше, чем что бы то ни было. Так вот, эмоции для психологов имеют такое же огромное значение. Они становятся картой или, если хотите, микроскопом, который позволяет понять, что в данный момент вы переживаете в своих отношениях. О чем бы вы ни говорили, о Трините или о своей работе. Сопутствующие эмоции будут указывать на характер ваших отношений. Итак, взаимоотношения, связи — это ключ. В другом курсе я обычно даю вот какое задание. Сегодня дома откройте YouTube и введите в поисковую строку эксперимент застывшее или каменное лицо. этот эксперимент провел Эд Троник, который работал в одном из университетов на Северо-Востоке. И не в Гарварде, но где-то еще. Суть эксперимента заключается в следующем. Выбирают малыша примерно 10-9-месячного возраста, сажают его на стульчик, и сначала просят мамы-папа общаться со своим ребенком, обычно в течение 2-3 минут. А затем отвернуться от малыша и повернуться к нему с уже застывшим, каменным, ничего не выражающим лицом, и таким образом смотреть на ребенка еще 2-3 минуты. В течение этого времени ребенок проходит вполне предсказуемый этап дистресса. Сначала он тянется к маме, взывает к ней, пытается обратить на себя внимание, ему это не удается, и в конечном итоге малыш раскисает. Он даже пытается отвернуться от мамы, чтобы посмотреть на ее реакцию, но быстро возобновляет контакт, потому что привязан к матери. Видя, что эмоциональная связь утрачена, ребенок сдается, и от этого просто сердце разрывается. И вот любопытный факт, о котором сегодня говорят исследования, когда взрослый человек утрачивает эмоциональный контакт с тем, кто любим и значим, в своем состоянии он проходит точно такие же этапы. Так что связь имеет огромное значение. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok